В эфире телеканала Бобруськ 360. Итоги недели. В студии Вадим Киреев. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. Сейчас коротко о главных темах недели. Спектакль театра драмы. В городе стартовал фестиваль национальной драматургии. Покажем пьесы белорусских авторов. Дожинки 2019. Как прошел традиционный праздник хлеборобов. Расскажем. Дополнительные глаза и уши. Контролеров троллейбусного парка номер 2 оснастили видеорегистраторами. Социальная проблема привела к популярности в соцсети. Девочки договаривались, чтобы дружить против Ксюши. Расскажем о девочке из Бобруська, на которую подписано более 770 тысяч фолловеров. Не будь хамом на дороге. А я за машиной не заметил и проехал. Наша съемочная группа отправилась в рейд вместе с госавтоинспекцией. Нарушают не только автомобилисты, но и пешеходы. Десять раз за одну минуту Бобруйский силач попытался установить новый мировой рекорд с шиной весом 270 килограммов. Покажем, как это было. И почему БелЖД больше не будет брать сбор за бронь билета, расскажем. Бобруйск принял долгожданный фестиваль национальной драматургии. На 6 дней наш город перевоплотился в культурную столицу. Сюда съехались профессиональные театральные коллективы, в том числе и зарубежные. Уникальность феста в том, что его программа состоит только из спектаклей, исключительно по произведениям белорусских драматургов. В конкурсе принимают участие 12 постановок из 11 театров. Круглые столы, мастер-классы, лекции, экскурсии и даже читки пьес. В афише мюзиклы, мифы, мистерии, сюрреалистические постановки и моноспектакли. С подмостков Бобруйского театра Максим Кембель. 12 спектаклей из 11 театров. Постановки исключительно по произведениям белорусских авторов. В этом вся уникальность события. С 1 по 6 ноября Бобруйск уже в седьмой раз принимает фестиваль национальной драматургии международного масштаба. Конкурсная программа под названием спектакль театра драмы на протяжении всего времени будет держать напряжение актеров, жюри, критиков и, конечно же, зрителей. Театр начинается с вешалки, что правда, но лишь для зрителей. Они определяют лучших по билетам. Лишние на сегодня спрашивали, его нет. Но фестиваль уже по традиции начался с большой пресс-конференции. Творческая элита, мастера сцены, драматурги, режиссеры, жюри, критики и журналисты обсудили старт грандиозного события, поделились ожиданиями и первыми впечатлениями. Зараз мы с радостью можем сказать, что белорусская драматургия не просто яснуя, и она потиху завоевывает свет. Потому что, если, например, на минулом фестивале было только 20 заявок на конкурсную программу, выключено от белорусских театров, то в этом году было 27 заявок. Круглые столы, мастер-классы и даже читки пьес – это в традициях Бобруйского феста. Среди так нужных во все времена новых форм – лекции и экскурсии. И если пятый фестиваль длился пять вечеров, то седьмой, впрочем, как и шестой, на сутки дольше. Пьес буквально только из принтера хватит не на одну сцену. В этом году, во-первых, расширились границы нашего фестиваля, и белорусскую драматургию будут представлять другие страны. Это Грузия, Украина и Россия. Значит, все представленные спектакли в программе фестиваля исключительно по авторам, белорусских авторов. Честь открыть фестивальную программу выпал Национальному академическому драматическому театру имени белорусского классика Якуба Колоса спектаклем «Симон музыка» режиссера Михаила Краснобаева. Михаил Краснобаев предложил еще более трагичный, чем первый – «Колосовский финал». Он навеян жесткими реальными современной жизни, в которой правит прагматизм, и человек с тонкой открытой душой не может найти свое место в обществе. Его сердце разрывается, как струны, поломанные бездушными людьми скрипки. Нет смысла пересказывать сюжет постановки, он условен. Акцент сделан на внутренней коллизии, которую переживает главный герой, преодолевающий выпавшие на его долю испытания. Постановка о тонкостях души не единственная на фестивале. На суд жюри и зрители также вынесут. Два спектакля известного украинского режиссера Стаса Жиркова «Папа, ты меня любил» Киевского академического театра «Золотые ворота» по пьесе Дмитрия Богословского и независимый театральный проект «Гэта мы» по книге Андрея Гарвата. Калужский областной театр юного зрителя представит свою версию драматической баллады Алексея Дударева «Не покидай меня». Камерный драматический театр из Вологды покажет зонг-оперу «Серенада над долиной» по поясе Василя Быкова «Альпийская баллада». Я думаю, что мы будем проводить совместные обсуждения, смотреть спектакли. Конечно, вы понимаете, что у каждого разные могут быть мнения, но я думаю, что все должно быть серьезно и профессионально. В первую очередь это профессионализм в оценке спектаклей. Хозяин фестивальной площадки Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича представят в конкурсе премьерный спектакль «Сертаки» по пьесе Ольги Прусак. История, которая до боли знакома каждому. О стремлении покорить большие города и вечном беге за мечтой. Проминциальная эпопея с настоящим хэппи-эндом. Театральный форум – возможность увидеть интересные проекты, креативные постановки и познакомиться с творчеством белорусских авторов. В афише – сатирические пьесы, мюзиклы, мифы, мистерии, сюрреалистические постановки и моноспектакли. Вся жизнь – театр. Шекспировскую фразу в нашем городе стоит воспринимать буквально. Уже сейчас рядом с вами могут оказаться драматурги. Они вышли на улицы города и следят за прохожими. Результатом творческой лаборатории станет совместный спектакль. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Подвели итоги жатвы. В агрогородке Телуша прошел традиционный фестиваль ярмарка «Дожинки-2019». Он подвел черту под многими месяцами полевых работ. Лидером ежегодных соревнований по уборке урожая среди сельскохозяйственных организаций Бобруйского района стал СПК «Гигант». О том, кто еще отличился на хлебной Ниве – Людмила Любимцева. Инженеры и агрономы, комбайнеры и водители, бригады и, конечно же, хозяйства. В агрогородке Телуша чествовали лучших из лучших. Накануне здесь прошел один из главных сельскохозяйственных праздников – «Дожинки», который символизирует окончание уборки урожая. В адрес тружеников села от руководства Бобруйского района звучали слова благодарности и признательности за их нелегкий труд, преданный земле и своему делу, за выращенный и собранный хлеб. Труженики сельскохозяйственной отрасли района смогли вырастить и убрать неплохой урожай. А это более 28 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 3500 тонн выше уровня прошлого года. На полях района трудили 49 экипажей зерноуборочных комбайнов и 37 водителей, занятых на отвозке зерна от комбайна. Все сельскохозяйственные предприятия этим летом провели жатву в кратчайшие сроки. По ее итогам, лидером на уборке зерновых стал коллектив «СПК-гигант», который получил урожай с площади более чем 38 центнеров зерна с гектара. Аграрии намолотили 5576 тонн злаков, что на 200 тонн больше, чем в предыдущем сельскохозяйственном сезоне. Урожайность получили хоть и не самую высокую в истории хозяйства, но сделали все для того, чтобы рассчитывать на максимально возможный результат. Качественно подготовили почву, своевременно посеяли растения. Очень на организованном уровне прошла уборка. У нас небольшое количество комбайнов, но комбайнеры очень квалифицированные, опытные товарищи, поэтому с этим у нас вопросов не было. Крывай, на который трудились и те, кто сеял, и те, кто пахал, а не только комбайнеры, это как бы венец работы всей убрать. А убрать, для того, чтобы убрать, надо все вырастить от начала до кольца. На втором месте – Невский Агро. Здесь намолотили 5320 тонн злаков. Высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур. Также у филиала «Пищевик Агро» открытого акционерного общества «Красный пищевик» – 32 центнера с гектара. Конечно, год был не очень-то легкий, но скажу так, что сработали неплохо. Наверное, благодаря тому, что коллектив у нас очень хороший, слаженный. Все стараются свои должные обязанности исполнять добросовестно. Намолотили 2911 тонн зерновых. Высокий результат жатвы этого года достигнут благодаря труду руководителей, механизаторов, операторов зерносушильных комплексов, полеводов, а также помощи различных организаций и предприятий. Лучшие из них получили дипломы, почетные грамоты, благодарности и денежные премии. Мне приятно, что меня отметили таким, что мой труд отметили такой наградой. Я чудо сам родом, и мне приятно работать на благо земли, чтобы деревня моя процветала. Вот отработали на полях люди без выходных, и позднее, когда и ранее. Ну, конечно, побыть вместе, даже свидеться. Несмотря на холодную погоду, праздник удался. В Телуши в этот день работали подворья сельскохозяйственных организаций района, народных мастеров, торговые палатки и аттракционы. Людмила Любинцева, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Каждый квартал Совет Министров утверждает бюджет прожиточного минимума на душу населения. Так называется совокупная стоимость продуктов, вещей, лекарств и услуг первой необходимости, которые жизненно важны для каждого человека. Исходя из этого показателя, меняются пенсии, пособия и многие другие выплаты. Последний раз бюджет пересматривался в августе. Настало время изучить его еще раз. Об этом не только. Смотрите далее. В Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума. Теперь он 231 рубль 83 копейки. Эту величину пересматривают раз в три месяца. Поэтому новый показатель актуален до конца января следующего года. Пропорционально этому меняются и размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, государственных пособий при рождении детей и других выплат. Кроме того, введены новые минимальные потребительские бюджеты. На одного члена семьи из четырех человек в расчете на один месяц этот показатель теперь 372 рубля 6 копеек. В 2020 году Белавиа расширит предложение по дешевым лоу-кост тарифам на авиабилеты. Существенно снизить цены по многим направлениям, особенно европейским, можно будет за счет отправления самолетов из областных центров. Также будет расширена система брендовых тарифов с более гибким выбором опций. Если пассажир отказывается от габаритного багажа и путешествует на легке, цена на билет будет значительно ниже. В следующем году появятся и новые авиарейсы из Минска в города Испании, Кипра и Казахстана. При возврате товара, оплаченного банковской картой, покупатель вправе требовать зачисления денежных средств на любую свою карту, а не обязательно на ту, которой покупка была оплачена. Этот спорный момент разъяснило антимонопольное ведомство. В законе содержится только требование к форме – наличное или безналичное. При этом не прописан обязательный возврат на ту карту, с которой производилась оплата. Таким образом, продавец не имеет права отказать потребителю, если на момент расторжения договора у него отсутствует соответствующая карточка. Железнодорожные билеты, купленные через интернет, станут дешевле. Больше не нужно дополнительно оплачивать их заказ и оформление. Ранее тариф на поезда региональных и межрегиональных линий составлял 24 копейки на международное отправление 78. Также отменен и дополнительный сбор при предварительной покупке квитка на пригородные и междугородные автобусы. Соответственно, платеж в таком случае уменьшается на 11 копеек. Пешеход – человек, передвигающийся пешком, то есть с помощью ног, методом ходьбы, бега или прыжков. Согласно ПДД, пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящий на ней работу. Так говорят правила. В жизни абсолютно каждый из нас ежедневно тот самый не производящий работу на дороге. Но именно люди вне транспортного средства становятся жертвами невнимательности либо со своей стороны, либо со стороны водителей. А может, все и сразу. На днях госавтоинспекция Могилевской области провела единый день безопасности. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками ГАИ отправилась на самые жаркие перекрестки города и лично проверила, как люди готовы жертвовать собой ради выигрыша пары секунд. Официальная статистика утверждает, главная причина большинства ДТП – нарушение правил дорожного движения на пешеходных переходах. Если немного вспомнить, что говорят те самые правила, то здесь все просто и однозначно. Если на дороге всего две полосы, водитель обязан остановиться перед переходом, как только пешеход ступил на зебру. После того, как он закончил переходить полосу движения авто, водитель может продолжать движение. Тут и начинается самое интересное. Все знают, как нужно, но иногда в спешке пренебрегают тазами дорожного движения и делают это сознательно. За 9 месяцев 2019 года на территории города было зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. 8 из них было из-за нарушения проезда пешеходных переходов. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками ГАИ выехала на оживленный перекресток Пролетарской и Октябрьской. Здесь нет светофора, но есть пешеходный переход. Так вот, за час работы было выявлено 3 нарушителя. Это с учетом того, что на составление протокола уходит минимум 15 минут. И все с одной проблемой не уступили дорогу пешеходу. Кто-то не заметил человека, кто-то спешил, а кто-то не заявил желания объясняться. Были и те, кому в этот день не повезло от слова совсем. Помимо штрафа за непропуск, были и взыскания за отсутствие госномеров и непристегнутый ремень. В общей сложности больше 200 рублей. Кажется, не было. Там машина закрыла пешеходов, мне показали по камере. А я за машиной не заметил и проехал. Но обвинять во всех грехах исключительно водителей было бы неправильно. Ведь пешеход пешеходу рознь. Здесь все зависит от человека. Тут люди также спешат, опаздывают и забывают иногда, что дорогу в неположенном месте переходить нельзя. Особенно яро такое желание проявляется, когда перед вами автобус, который вот-вот тронется с места, а вы застряли на светофоре. И если поблизости нет машин и тем более ДПС, то перебежать, пока никто не видит, очень даже можно. Этот пешеходный переход часто, очень часто люди бегут на красный свет. Несмотря, стоит автобус, все, целая толпа и взрослые, и дети. Перекресток Дзержинского и Пушкина всегда был, есть и будет непростым. Тут находится светофор, но не все готовы жертвовать своим временем, когда на конечной стоит общественный транспорт. Опоздав, можно прождать следующего минимум полчаса. Вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения, как пешеход? Нарушал. Почему? Ну, когда торопился. Вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения? Вот уже нарушил, видим. А почему? Ну, вот думал, все разжегал. Стараюсь не нарушать, потому что я сама учусь на права будущей водителем, поэтому не стараюсь не нарушать и не советую другим людям это делать. Пешеходам не стоит забывать. Особенно опасно пересекать проезжую часть дороги в темное время суток, поскольку вы видите машину с включенными фарами, а водитель может вас не заметить. При этом темная одежда поглощает свет. Чтобы улучшить видимость, пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Кристина Рианц, Максим Галеонко. Итоги недели. Кстати, об автомобилистах. Госавтоинспекция призывает водителей сменить шины, не дожидаясь зимы. При низких температурах летняя резина дубеет. На скользкой дороге это может привести к заносам и авариям. Более того, поездка на шиномонтаж заранее поможет избежать очередей. Тех, кто не переобул свой транспорт, напомним, будут наказывать штрафом уже с 1 декабря. Мы продолжаем наш выпуск. Еще недавно ей устраивали в школе бойкоты, а уже сегодня восхищаются в разных уголках земного шара. История Бобруйчанки Ксюши Капустиной не совсем стандартная. Тот самый случай, когда социальная проблема подтолкнула ребенка на поиски друзей в соцсети. Обо всем по порядку в репортаже Марии Бересневич. Говорят, современная молодежь много времени уделяет общению в интернете. И с этим, пожалуй, не поспоришь. Однако 13-летняя Ксюша Капустина скорее исключение, нежели правило. Проблемы в жизни ребенка начались два года назад. Именно тогда одноклассники девочки устраивали бойкоты и подолгу играли с ней в молчанку. Девочки договаривались, чтобы дружить против Ксюши. И это продолжалось какой-то промежуток времени. Конечно, ее это обижало какое-то время тоже. Но потом она как-то смирилась с этим и просто стала заниматься именно собой, именно, например, лайком. Внимание Ксюши привлекли блогеры. Она начала смотреть обучающие видео, чтобы стать одним из них. Через несколько дней девочка скачала приложение «Лайки». Туда начала выкладывать ролики совершенно разного характера. В них не раз засветились младший брат Георгий и питомцы по кличкам Лайза и Бонифаций. Но самую большую популярность сегодня уже официальному лайкеру принесло другое видео. В мини-клипе в момент, когда Ксюша взобралась на шкаф, в комнату вошла ее мама. Мама у меня спрашивает, Ксюша, что ты там делаешь? Я говорю, я ловлю ракурс. Она говорит, мама не понимает. И я такая, там, не знаю, знаете, были бонстики такие. И у меня в мисочке сзади лежали эти бонстики. Я взяла и кинула в маму. И как бы я крикнула «Мама, сломо!» И там был такой прикольный эффект и крутая музыка. Этот ролик набрал 250 тысяч красных сердец и 4 миллиона просмотров. После чего профиль Ксении попал на 37 место среди лайкеров. Сейчас в стране она в 20-ке, а в мировом списке поднялась на 31-ю строчку. На аккаунт подписаны более 770 тысяч фолловеров. И с каждым днем их становится все больше. За такую популярность девочка получила золотую корону. И сейчас мечтает о бриллиантовой. Только вот не ради славы. Для меня это уже кусочек моей жизни, можно так сказать. Потому что все связываю с ним. Всегда, если у меня что-то есть интересное, я всегда это хочу снять. Получается. Ну, для меня, так как там у меня еще есть моя аудитория, с которой я очень люблю общаться, я всех очень сильно люблю. Кстати, об аудитории. Сейчас у Ксюши Капустиной целая армия поклонников. Что немаловажно, общение у нее появилось не только в интернете. Это подтверждают целые стопки рисунков, которые девочке дарят в знак признания. Вообще иногда мне дарят там ручки, всякие блокнотики. Там кто-то может что-то самодельное делает. Иногда вот эти популярные слаймы дарят мне. Конфеты дарят. Ну, сладости много дарят. Вот. Но в основном это рисунки. Мне это очень нравится. Чтобы пообщаться со всеми желающими, лайкер даже проводит фан-встречи. Вместо и время она сообщает ребятам в соцсети. Как правило, на них приходит около ста человек. В этот раз, правда, подвела погода, но Ксюша не расстраивается. В январе блогер планирует побывать в Питере на пати, которая будет организована для самых популярных лайкеров со всего мира. А еще хочет попасть на курсы фото- и видеосъемки. Ксюша Капустина отмечает. Не исключено, что ее хобби станет будущей профессией. Возможно, она свяжет свою жизнь с режиссурой. Но самое главное, что она больше не чувствует себя одинокой. Мария Бересневич, Максим Галенко. Итоги недели. Избежать конфликтов помогут новые технологии. Теперь бобруйские контролеры отправляются в рейд с видеорегистраторами. По одному на каждую пару охотников за зайцами. А таких ревизоров в нашем городе 24. Ежедневно проверки начинаются с 4 утра, а заканчиваются в час ночи. Ну а видео и аудиозапись теперь послужат доказательством законности их действий. О важных нововведениях смотрите далее. Синие жилеты делают ход конем. Любители прокатиться на общественном транспорте бесплатно теперь записываются на видео. Ни соколиный взгляд, ни какие-либо отговорки уже не помогут. Рейды контролеров стали еще более бескомпромиссными. Бобруйских охотников за зайцами вооружили видеорегистраторами. Видеорегистраторы мы получили от ООО «Могилево Балтранс». Получили в конце сентября месяца. И уже полноценно мы с 2 октября оснащили контролеров пассажирского транспорта видеорегистраторами. Пока получили 15 штук по одному на пару. Контролеры входят через переднюю и заднюю двери, чтобы найти ответ у безбилетных меньше минуты. Хорошо, когда только словами заканчивается спор. Правда, не всегда цензурными. Бывает, дело доходит и до рукоприкладства. Поэтому дополнительные глаза и уши, уверяют в Бавруйском троллейбусном парке, помогут снизить количество двуяких ситуаций. Хорошо предъявлять оплату за проезд для контроля. Ирина Колымаева – ревизор со стажем. За смену ей нужно проверить до 70 троллейбусов. Закон гласит – не оплатил проезд – получи штраф. Контролеры не волнуют ни статус безбилетника, ни причины, по которой тот едет без проездного документа. Как бы душераздирающе не звучала история так называемого «зайца». И как раз подтверждением законности действий служит видеорегистратор. Дисциплинирует больше людей и нас в том числе тоже. Когда люди видят видеорегистратор, они более спокойно себя ведут, понимаете, оплачивают. В основном я работаю согласно служебной инструкции. Если мне положено брать штраф, я его беру. Цена вопроса – 55 копеек. Если платить за проезд водителю, то талон обойдется в 60 копеек. Сам же штраф – 12,5 рублей. Разница существенная. Кстати, горожане видеорегистраторы, как ни странно, поддерживают. Мало ли конфликтная ситуация, всегда можно разобраться. Ну, чтобы виден был конфликт, кто виноват, допустим, да? Или как контролеры работают? Конфликтная ситуация, постоянно где-то пьяные люди, не оплачивают за проезд. То есть, ну, конечно, хорошо. Очередной рейд троллейбусных ревизоров прошел спокойно и по плану. Как они сами признаются, и слава богу. Это значит, что в обручании законопослушные граждане, которые понимают важность оплаты проездных документов. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Сообщения о его смерти появляются регулярно, с 2015 года. Охота за лидером исламского государства началась как минимум лет 10 назад. Тогда Госдепартамент США объявил о награде в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении джихадиста. Однако ему всегда удавалось выйти живым из перестрелок. Но не в этот раз. Подробнее в нашем традиционном дайджесте. Далее. Пентагон обнародовал первые кадры спецоперации, в ходе которой был убит главарь исламского государства. На видеоздании в сирийской провинции Идлиб, где прятался Абу-Бакр Аль-Багдади. Видно, как объекты с двух сторон окружают люди. Что было потом, неизвестно. Предполагается, террорист отстреливался из тоннеля перед тем, как привел в действие самодельную бомбу на поясе. Тест ДНК подтвердил, ликвидирован был именно Аль-Багдади. К слову, власти США готовы были заплатить за голову главаря до 25 миллионов долларов. В аэропорту Сардинии задержали туриста за кражу более 45 килограммов песка и камней. Преступником оказался итальянец, который проживает в другой части страны. Он спрятал награбленное в багаже, оплатил перевес и дожидался вылета. С 2017 года на Сардинии принят закон, запрещающий вывозить песок, камни, ракушки с белоснежных пляжей острова, поскольку из-за изменения климата и воровства туристов почве региона грозит эрозия. Наказание варьируется от 500 евро до 6 лет тюрьмы. Массовые беспорядки вынудили власти Чили отказаться от проведения международных мероприятий. Их организацию обещают передать Малайзии, которая примет форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Однако решением власти возмущены представители организаций по защите окружающей среды. По их словам, экологические проблемы имеют не меньшее значение, чем протесты из-за повышения цен на проезд. При этом в ООН ответственные за климатический саммит к ситуации отнеслись с пониманием. Напомню, из-за манифестаций, которые перерастают в беспорядки, в стране водилось чрезвычайное положение. Не утихает пожар Кинкит в Калифорнии. Власти штата объявили красный режим опасности. Огнеборцы пытаются локализовать сразу два очага – на севере, в Винодельческом округе и на западе, в Лос-Анджелесе. Тушению может помешать сильный ветер и даже привести к новым возгораниям. Узкие дороги и гористая местность затрудняют доступ к некоторым участкам. Из-за пожаров в понедельник отменили занятия в большинстве школ Санта-Моники и Малибу. На юге штата площадь пожаров превышает 200 гектаров. Тот самый момент, когда любимая работа становится образом жизни. На неделе площадка перед заводом управления Белшины стала местом фиксации нового мирового рекорда. Чтобы его установить, работнику предприятия пришлось перекидывать покрышку весом больше него самого в 3,5 раза. А силачей из Бобруйска Мария Бересневич. Сейчас вы стали свидетелями фиксации нового мирового рекорда. Эта идея принадлежит сотруднику Бобруйского промгиганта Дмитрию Куракину. За одну минуту покрышку весом 270 килограммов силач перекинул 10 раз. Тяжело, все болит. У меня нырки в плечах. Поэтому встал, долго готовился к нему, долго тренировался. Десять никогда не получалось. Восемь, девять. Если я сделаю восемь, будет плохо. Если делаю девять, будет нормально. Если десять, это будет отлично. Поддержать коллегу и запечатлеть процесс на свои смартфоны вышли несколько десятков заводчан. Среди работников Белшины, кстати, немало последователей здорового образа жизни. Один из них – атлет Никита Юрковец. Он и фиксировал результат Бобруйчанина на камеру. Дмитрий вполне справился. И еще один моментик такой. Это очень круто, что это выполняет обычный человек, простой рабочий завод, а не какой-либо профессиональный спортсмен с соответствующей подготовкой. То есть это в очередной раз доказывает, что ребята, которые работают с тяжелым физическим трудом, очень крепкие. Руководство Белшины – за новые рекорды. Потому Дмитрию заранее предоставили помещение для тренировок. Испытывал себя 30-летний грузчик и на 300-килограммовых покрышках. И это с учетом того, что сам мужчина весит 80 килограммов. Мы подали заявку в книгу мировых рекордов с фиксацией мирового рекорда. Такого еще никто не делал. Работники предприятия, они активно принимают участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях, которые проводятся и в рамках городской круглогодичной спартакиады, и областной, и республиканской. И всегда мы занимаем призовые места, наши работники предприятия. Это очень радует. Сейчас Дмитрию Куракину остается ждать фиксации результата и дальнейшего занесения в книгу мировых рекордов. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами был Вадим Киреев. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей трудовой недели. Продолжение следует...